Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит Или ты хочешь поговорить немного? Да, можно перейти к пикам и поговорить потом Я вообще по всякому могу Хорошо, да, давайте тогда посмотрим, что взяли команды Первая стадия пиков и банов уже завершилась И видим, что андерлорда получают в свои руки коллектив Тонг-фу Кто вдруг не в курсе, друзья Это Старсерия, третий сезон от Старладер и Айлик Китайская квалификация, ее вторая стадия Практически уже заключительная, я бы сказал Еще вот, эта стадия закончится еще одна И вот уже выясним, кто будет играть Потом еще одна и максимум две еще Любят, любят китайцы поиграть побольше, побольше матчей Это у них в крови В общем-то, Тонг-фу CDSC Замечательная пока что серия Первую игру выиграли CDSC Причем без особых проблем Тонг-фу во второй проявили себя с наилучшей стороны Классно проводили драки Имели хороший драфт И замечательная игра Личное исполнение от Тинкера, от Урсы От Дизраптора, от всех, в частности, команды в целом Привела к тому, что Тонг-фу вторую карту забрали Отмечу, что во второй игре Андерлорд отправился в бан В первой стадии, после того, как CDSC в первой игре с ним выиграли Здесь же Тонг-фу получает себе Андерлорда В связке с Эрспиритом Правда, на этот раз Варлока не будет Потому что тоже он в бане Да, и CDSC гейминг вспоминают Ребята, когда мы были, мы же хороши были в 6.88 Давайте вернемся немножко к этому патчу Огр Маг у нас появляется Дроу Рейнджер у нас появляется Сейчас какой-нибудь... А, Витч Доктор, да Я уже испугался, что Шадоу Демон появится По поводу Витч Доктора и его появления Это один из тех героев, который может реально неплохо Андерлорда пробить Он любит... Вот именно Витч Доктор Обладает способностью, как герой пятой позиции Неплохо пробивать очень плотных персонажей Против Акса мы часто видим его в драфтах Против Андерлорда, как сейчас заходит Реально на ура Ты просто продаешь касочки, ты даешь Мередик, который у тебя будет Там 2-го, 3-го уровня И уже неплохо пробивается этот Андерлор Главное побольше урона внести, успеть В принципе, мне очень нравится этот выбор Плюс как контр-ининициатор, благодаря каскам Тоже неплохо может смотреться Единственное, что Эрспирит может сбивать ему Дезвард, но мы уже об этом говорили Например, в первой игре сегодня Этой серии, там это не работало Поэтому Не факт, что это будет Здесь Ну, есть еще в случае чего Например, тот же Дезраптор, которого мы тоже считаем Как неплохим героем против Витч Доктора Да, и с Андерлордом Очень хорошо комбинируется Дезраптор Много времени Контролируется команда соперника Много урона по области вливается Уже весьма-весьма некачественный пик мог Да, чем еще хорош Дезраптор в таких драфтах Если, например, твой оппонент идет Пушить какую-то из вышек Например, вот с Дроу Рейнджера Это часто случается Ты просто подходишь, делаешь глим с одного из героев Которые будут убегать И, в принципе, быстренько его разбираете Дезраптор, мне кажется, неплохим вариантом Пока что берут Фантом Ассасин Тонг-Фу Очень такой, пока что на старте, кажется, боевой пик Плюс Фантом Ассасин хороша в пиках против Дроу Рейнджера До нее может быстро добираться Немало урона вносить Я считаю, что неплохой реально герой Да, да, да Прямо целенаправленно Фантом, я думаю, брали против Дроу Рейнджера И, я думаю, еще хотят посмотреть Тонг-Фу, кого на четвертой пик заберет Сиди Си Гейминг, чтобы утвердиться в мыслях Потому что о Дезрапторе, наверное, наверняка должны думать Ну, слушай, ну и Бэтрайдер появляется Реально, Дезраптор не так плохо выглядит Ну, в принципе, тут хорошо смотрелось И против Бэтрайдера хорошо работает И против Вичдоктора, в принципе Против Пуша можно подойти Там какой-то Статик Шторм застелить Кинетик Филд поставить Ну, так все, на словах, конечно, просто А на деле это куда сложнее Ну, что еще на пятерку из опций Возможно, какая-то Виверна, кстати, тоже неплохим вариантом является Но она чуть более сложна, мне кажется, в исполнении Будет Дазл Тоже присутствует Берут Тонг-Фу именно его Окей Окей Ну, чем хорош Дазл в этой ситуации? Повышает очень сильно броню команды Тонг-Фу То есть под ультимативной Эти ребята будут еще куда более бронированными Плюс под инициацию Фантомки Под ее агрессивные выпады Может спасать ее Может где-то подхилить Дать крест И, в принципе, Фантомка благодаря этому Будет немало урона носить И даже, возможно, выживать в массивных драках Медузу забанили игроки Массовых Массовых, да, я сказал? Массовых, конечно, в драках Тут некоторые массивные И Сларк появляется у команды Тонг-Фу Хороший Тоже выбор Да, в принципе Сларк Герой, который тоже добирается до Дроу Рейнджер Без особых проблем То есть Фантом Ассасин и Сларк Вообще драфт такой, анти-Дроу Рейнджер получился Ну, а тут просто все к Дроу Рейнджеру У Си Ди Си Гейминг Так или иначе стекается Ну и плюс Дим на линии Сларк против Бэтрайдера Очень хорош То есть Бэтрайдер не сильно его напрягает Можно сбросить стаки Напалма Дарк Пакта Можно и размять Бэтрайдера Напасть на него А вместе с Дазлом Немалый урон получится В комбинации Еще если и Спирит поможет То там Бэтрайдеру не жить С другой стороны Если он идет туда с Огрмагом Возможно вдвоем они неплохо справятся С этой линией Но, конечно, есть всегда боязнь Эр Спирита Ну и последний герой для команды Си Ди Си Герой центральной линии Кого бы хотели видеть мы и команда Си Ди Си Возможно неплохо смотрится Кстати, я думал о Тимбере, если честно Потому что здесь он тоже вроде как неплохо заходил Ну как-то надо под дровку было что-то еще взять То есть просился ранжевой герой Ну да, да Вот тут ты прав Кор ранжевой Тут ты безусловно прав Потому что и Джаггер вроде бы с одной стороны Неплохо мог бы постоять И неплохо смотреться Но Мирана так Мирана Хорошо Ну что, это последняя карта между данными командами Вообще-то знаешь, Дим Очень странно появление Мирана здесь Я понимаю, конечно, где-то логику, наверное, команды Си Ди Си Но, с другой стороны, Мирана очень боится Сларка Если Сларк не опивается, дает паунс Ты не можешь сделать лип от Сларка Плюс очень серьезный урон от Фантомки Может Мирану, у которой не так много здоровья Тоже быстро убивать Фантом Ассасин Поэтому Миране может быть нелегко в этой игре В общем, не будем делать поспешных выводов И поглядим, как будет исполнять команды Си Ди Си Ну и, собственно, Тонг-фу Поехали, друзья Третья решающая карта Си Ди Си против Тонг-фу Есть Абсер Вард уже у нас от Си Дек Кстати, если вспомним первую игру То подобный Вард разбили Он стоял, правда, подальше Он стоял ближе к вышке Это тоже могут обнаружить Аксиа Уксиа Усала сам ставит тоже Вард На сложной линии команды Си Си То есть стараются всячески испортить жизнь Бэтрайдеру И будут пытаться его напрягать Не знаю Мне кажется, может даже и укрепить Надо будет где-то угромагам Не в центр его оставить Бить лицо Фантом Ассасин Хотя и в центре бить лицо Фантом Ассасин Тоже весьма полезный Огромаг мог быть Ну и все, пока Никто нигде не встречается Я не думаю, что будет какая-то вылазка От команды Си Ди Си За вражескую руну сражаться Они хотя бы свое забрать Попытаются Ну да, пока не похоже на то, что они куда-то собираются Вроде контролируют просто свои руны То же самое Ты посмотри, какая ситуация Бэтрайдера отправят в легкую Как я понимаю Чтобы не мучил его сильно с Ларкой И скорее всего Триплой отправится в сложную линию Да, так и есть Они в Триплой отправляются в сложную А Бэтрайдер Знаешь, это Очень неплохое решение В принципе, учитывая, что 3 на 3 В драках постоянно Вич Доктор очень силен Плюс С появлением уровня у Дроу Рейнджер С появлением Гаст Это тоже будет очень крутая способность Но Есть одно маленькое но Если стартовые драки Повыигрывает команда Тунг Фу Пару инициаций там удастся перевернуть свою пользу Все будет не так Да, они просто меняют тоже линии Хорошо Типа окей Все четко Окей Мы поняли вас Мы так тоже умеем Ну, может это тоже правильно Почему бы и нет Если твой оппонент решил тебя переиграть Попытайся просто то же самое сделать И плюс в этой ситуации будет Муху, скорее всего, выигрыши даже Оставляет в легкой стоять антерлорда Ему тоже приятнее Бэтрайдеру в легкой стоять тоже неплохо Видим, что уже разминает его с Ларк Очень больно Еще и Дазл так пробил Пинг вейвов И Возможно Бэтрайдеры убьют Еще ударчик нужно сделать Дазлу И это первая кровь для команды Тунг Фу Это с первого же уровня С первого Понимаешь? Паунс Просто вейв От Дазла И все И урона Уже колоссальное количество Плюс урон хорошего самого Дазла Врыв еще от Распирита По Огрмагу Еще один Шадоу вейв И возможно даже добьют Огрмага Хотя Огрмаг довольно плотный Стартовые Уже 8 армора Конечно здорово работают Да, Джун Неплохо полил всех напалмом Но у него до сих пор нет второго уровня Поэтому бесполезно Абсолютно Файрфлай Отсутствует И Бэтрайдер Продолжение Никакое не может сделать Но Огрмаг пока стоит Торгует лицом Я думаю, что будет выход Попытка По крайней мере выхода На него Потому что Орспирит Уже в позиции стоит Близко к своей вышке Находится команда Сири Си Достаточно безопасная ситуация Вот подставляется Бэтрайдер Сейчас будет Паунс В него Попадает Паунса По Бэтрайдеру И Джуна Еще раз забирают Демонса оставляют в покое Он не настолько желанная цель Да, Бэтрайдер искал Собирал себе легкой жизни В этой линии нижней Но Уже две смерти за две минуты Многовато Да, есть такое дело Бэтрайдеру здесь Не жить Просто не жить Не дадут ему продохнуть Постоянно будут убивать Напрягать Видим, что Подошел Огрмаг А ситуацию Это вообще никак не поменял Эрспирит пошел За вражеской Баунтируной Забирает ее Свою можно будет забрать Тоже Кстати Почему бы и нет Оставляет двух героев Стоять в сложной линии Благодаря этим рунам Можно Еще раз говорю Опыт распределять неплохо Один из героев Постоянно может перемещаться Забирать Баунтируны Забирает, кстати, сверху Фантом Ассасин Руна двойного урона Можно немного размять Миранку У нее нет блинка, правда И Шейд хорошо так дает Сразу же Да, тут с дабл дэмэджем Конечно прыгнуть бы на Мирану Которая опять же без мана Которая Которая можно было бы Выписать хорошо с блинка Но только сейчас появляется блинк По идее будет прыгать за Шейдом Попробует по крайней мере Слушай, внизу-то Убил Дазла у нас Огрмаг Вместе на пару с Бэтрайдером Правда Бэтрайдер может сам погибнуть За ним Сларк в погоне продолжал Прилетает сюда Вич Доктор И Сларк не добивает Бэтрайдера Пожалуйста, Сидиси Наконец-то На нижней линии неплохо сработали Особый Эрспирит Он довольно поздно подошел Оставили в принципе Самостоятельно стоять Дроу Рейнджер Ну, если здесь будет один Андерлорд Не очень-то и страшно будет Убивать его все равно Не планирует команда Сидиси Раз таким вот образом Складываются обстоятельства Что надо всячески Бэтрайдера Пытаться защищать Вот Ну, а спокойно стоять фармить Дроу Рейнджер сможет Если опять же в Соло будет Находиться Андерлорд Но видим, что Дазл потихоньку Подтягивается на верхнюю линию Ну да, самого Андерлорда Не так сильно пробивает Дроу Рейнджер Турман Шилд имеется Да, тут пробей еще В центре мы видим, что По крипам Своего оппонента Обгоняет Мирана Причем неплохо таки На 10 крипцов Больше добил Шейд Хорошая линия пока что Для него Я теперь подходил в центру Понял, что там ничего Не найдет И пошел на Дроу Рейнджер Что по мане Дазл только один Здесь он слабо, конечно, поможет Будет делать просто отвод Прилетает Сларк На верхнюю линию Могут забрать Втроем они могут Попробовать забрать Дроу Рейнджер Это правда Если прямо сейчас Как-то набросится Поехал Эр Спирит Отлично выцеливает Дроу Рейнджер И Сларк ее добивает Дроу Рейнджер был гаст Но у него даже Не было времени Это сделать Ну и в это время Выходит Демонс На центральную линию И смогли забрать Фантом Ассасин Шейд попал всем Что у него было И стрела удачная Залетела И Старшторм От Шейда тоже Третьего уровня Много урона внес Да и вообще видим Да 684 урона В целом Демонс как будто Урона вообще не наносил Может он и правда Ничего не сделал Просто за счет Стрелы Шейда И убил его Потому что я этот момент Не до конца так Контролировал Внизу Ну как минимум Он дал Блодласт Уже неплохо Да Это уже неплохо Действительно 2-3 становится счет На данном этапе Ну смотри По уровню Какая ситуация В принципе Тоже более-менее Все ровненько У нас идут команды Никто особо Не опережает Никого Главное что Мирана конечно Вырвалась вперед Она в центре Лучше отстояла Чем Фантом Ассасин Еще и убийство Сделала Плюс мы видим Что еще раз Планируют ребята Атаковать Фантом Ассасин Подходит О Гормак Ну его будет видно На вот этом вардике Когда он чуть ближе Подойдет Поэтому Очень аккуратно Играет Фантомочка Не поставляться Старается О Гормак пошел Я так понимаю Все-таки на нижнюю линию Пытаются парни Атаковать Андерлорда Но эта цель Вообще не из легких Ее втроем Даже будут Очень долго бить Хотя второй уровень Маледикта И второй уровень Касочек Это кстати Вполне вероятное Убийство Есть Маледикт Есть касочки Очень больно Да Андерлорда Не должны отпускать Есть и Безмолвие по нему же До свидания Много всего получил Тяжело 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 И как ты говорил На стадии драфта Страдает сильно Маледикта Такие плотные герои И Дрорейнджер Тоже не сплоховал Вообще У Флайбаев Все хорошо По уровню Герой Уже Шестой с половиной Имеет Сларк для сравнения Только шестой получил Поэтому На позиции Дрорейнджер Пока проблем Особо не ощущает Команда Сидиси Керри мощный И улетает отсюда Бэтрайдер Бэтрайдер Залетел далеко В воражеский лес Включил файрфлай И сделал Телепорт на базу Должны были забирать Он поймал Паунс И понятно Что кто-то Кто-то Его не отпустили бы Отсюда Единственный верный вариант Это улетать на базу Потому что Телепорт сбить нечем Втроем Перемещается Команда Сидиси На центральную линию Ну Фантомка Все видит Благодаря этому Апсу Сейчас перемещение Огрмага Заметила она Ну а с другой стороны Прошлый раз Она погибала Не мешала То что она Видимость имела Ну Что ты поделаешь Ну классно Отыгрывает Безусловно Шейд на старте Этой игры На Миране Он По крипстату Просто уничтожил Своего оппонента На линии Дважды уже Его отправил в таверну Это не может Не радовать Коллектив Сидиси Там Там Выглядит и правда Хорошо То что там Умирал Джун Какое то время Ну это Не особо критично Джун там Со старта Свои артефакты Вывез Скоро появится Шестой уровень Да не будет Быстрого даггера Безусловно Но при этом На двух смертях Он и остановился Это Не очень плохо Момс Будет делать Дроу рейнджер Тоже вполне Понятный выбор Один из тех героев Который После Небольшого изменения Мома Как небольшого Достаточно Кстати весомого Изменения Сейчас уже Не получаешь Больше урона Ты получаешь Не мату Когда используешь Мом А с другой стороны Таким героям Как Дроу рейнджер Особо способности Да и не нужны Ты выдал Там я не знаю Свой гаст Единственный И все И можно дальше Атаковать Прожимаешь Мом И дерешься Да и бей Беги Контроль В принципе Присутствует Здесь И поэтому Ничего серьезного Андерлорд Толкает нижнюю линию Рядом с ним Находится Эр Спирит У которого Уже пятый уровень Проблема мог быть У Вич доктора Если четко Сейчас выцелит Эр Спирит Ройнг Баудером И влетит прямо в него Что он и делает Безмолвие туда же Туда же Про каст Андерлорда Каски успеет ли? Не успевает Если бы дал каски Здесь бы просто Моментально уничтожили Команду Андерлорд через ультимейт Увозит своего союзника И они на базе Да хороший врыв Реально хороший врыв Получился Согласен Если касочки полетели Возможно И забрали бы Кого-то Одного Причем я увидел Успел Буду ресторейшн Включить Вич доктор Но каски Понял Видимо что Времени не хватит Вкастовать им на каски Прыгают на На Питлорда Питлорда По гастам Спокойненько забирают Ты какой Варкрафтер Питлорд? А Да Простите 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 Я старый Знаешь что Простите Я старый Главное Не обижаться На тебя нельзя Потому что Вроде как Это история Никуда от нее Не деться Главное Чтобы не Аутворд Просто И такое Слышал Пару раз Аутлорд? Да Аутворд Да Это кстати У нас Ладно Немножечко Отдалимся От темы По поводу Произношений И прочих вещей У нас Когда Шел Бостон Мейджор Я был на Геймшоу ТВ И Скрин Все время Весь турнир Вот в аналитике Часто брали Аутворд Деваврера И он Постоянно называл его Аутворд Дестроер То есть Не обсидиан Дестроер Не Аутворд Деваврер А Аутворд Дестроер Это так конечно Забавно звучало Я говорю Скрин Скрин Да он все равно Продолжает это делать Звучало это реально круто Причем Не меняет особо Крутость этого героя Название Название вроде Немножечко поменял Но все равно Круто звучит Ну да Аутворд Дестроер Такой вот Уничтожитель Прям Ну я смотрю Все все равно Отвыкают То есть Дестром его Никто не называет Ты помнишь Раньше Да я помню Слушай Пока я переучился Называть героев Правильно Когда сделали Не Некролита А Некрофос Для меня это уже Разрыв шаблонов Это жесть А так бы называл Всю жизнь его дедом И проблем бы не знал Дед и дед Как это было Дед ортопед Да 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 Варлок Варлок То есть думаешь Думаешь Бабка называешь Все Бабка с големом Ты помнишь Он был Крутая бабка Это не самое страшное Название Вообще не самое страшное Привет морф Главное похуже Выходят на А я и Даркбак Успел дать Сларк Это сейчас спасает Ему жизнь Плюс его поддерживает Дазл Стрела полетела Неплохо Уворачивается Джио Джио Хороший был Выпад от CDC Но опять же Аплодисменты Сларку Который успел Своевременно Прожать Даркбак И сбил С себя Действием Лассо Бэтрайдера Да Сларк Молодцом И правда Ирспирит Поехал Ирспирит Попадает Булыжником Залетает Также дагер И Бэтрайдера Должны Забирать До колодца Забирается До колодца И он может Выжить здесь И он выживает И прилетает Сюда демон И мультикасс На голову И Дезвард Работает Очень здорово Ирспирита Не отпустят ТП А Дазла Стрелой Сбивает Ирана И его убивают Два героя Разойдитесь вы Да Разойдитесь вы Друг от друга И вместе Как бы Неприятно И разделен Неприятно Все Догорает Догорает Все-таки Да Да Ну Джун Тут я не знаю Тут надо ему дать Шоколадную медаль За волю к победе Вот как долго он жил И как сильно он пытался Добраться до этого До этого фонтана И по сути Выиграл главную Получилось круто Да Главное время Ой Немножечко Дрорейнджер Устряла Пыталась На подшумок Забрать Т1 вышку Но не тут-то было Уже Сларк С Шадоублейдом Моментально Атакует Дрорейнджер Получает поддержку От Фантом Ассасин Поддержите Мои сервера Да Еще бы сервера Поддержал Было бы вообще Замечательно Меня вообще Выбросило Ну ничего Так бывает Шейд 1200 у него После приобретения Поинт бустера Остается буквально 1800 До Ганима Оу Андерлорда Появляется Мека Ну с ней тоже Поприятнее будет Вообще Посмотри Какие артефакты Ключевые появились И Шадоублейд И Мека У Андерлорда Можно спокойно Идти И навязывать драки Попытка атаковать Битрайдера Сейчас Битрайдер Дает лассо Даркпакт Сларка В откате Он прожимает Ультимейт Пока что жив На него действует Меледикт до сих пор Но он неплохо Порегенил хп Его добьют Все-таки Дезвард тоже Забрали Тут немного захлебнулись Да просто Минус 2 делает Команда Сидиси На той же позиции В принципе Все так же Ну все так же опасно Эта драка Под шрайн И Команда Сдек вырывается Вперед По количеству фрагов Должны забирать Вышку вверху Так же Я не думаю Что Какие-то проблемы Будут у них Тонк Проблемы только у нас Пока что Причем я сейчас Не про голову Я про Сервера Китайские Которые Это не наша проблема Мучают нас У Битрайдера Появляется Блинк Даггер Неплохо Инициация прибавится Еще у команды Сдс Казалось бы Появились хорошие Артефакты У Тонг Фу Но вот это Вот эти попытки Нападать в одиночку От Сларка Второй раз уже Немного Заканчивается провалом Сейчас он набросился Вновь на Битрайдера После Дерк Пакта Получил Лассо И было уже Вообще неприятно Драться Ну и Мередикт конечно Очень здорово работает У Вич Доктора Спору нет Второй Дезвард Он ставит в драке И очень успешно Работает Давай взглянем Наверное на графики После этих событий Последних 2 500 По золоту Преимущество Команды СДС По опыту 2000 Примерно Они идут Ломать Т2 вышку На верхней линии Пока Тонг Фу Забирают Т1 У них внизу Там Мирана 500 золота Всего лишь остается Шейду до покупки Аганима Это все будет Очень и очень рано Так Решили подраться Немножко игроки Команды Тонг Фу Андерлорд Прилетает Клетка сразу На трех героях Дезвард стоит От команды СДС Ну и в итоге Никто не погибает Мунлайт Шадо Успользовали СДС Развернулись И бежать Ну неудобно Под Т2 драться И в принципе Они много чего потратили Так что там Особо Не посражаешься Все развернулись И бежать Лечиться На своей позиции Как бы ничего не случилось Мы ничего не пропустили Даже при слайдах Там вообще Нормально Шикарно Огрмак Купил себе Доминатор И демон стоит Ждет крипа Которого можно будет забрать Забирать Кентавра Захватчика Пока доминаторы У нас сегодня С наилучшей стороны Себе проявляли То есть Когда мы видели Доминаторы Крипы Которых подчиняли Себе игроки С доминаторами Очень много делали В драках Такие минимальные Микромоменты Которые В итоге Служили Победой В нескольких драках Даже Поэтому посмотрим Как будет это работать В случае Огрмага Кстати Доминатором Там обзавелся По-моему Кто-то еще Из команды Тунгфу Кто это Конкретно Это Фантом Ассасин Если я не ошибаюсь Ей должен лететь Доминатор Сейчас Да так и есть У Мао Мао Появляется Доминатор Я перезахожу Пока в доту Чтобы проверить Мы чат до бунта довели Ну не мы Парфект Волд Конечно Но сам факт Меня вот Парфект Волд Довел Уже дисконнекта Практически Ну давай Попытайся перезайти Может у тебя Не будет сейчас лагов И мы на тебя Переключимся Ну посмотрим Как оно будет Да у Гримага Ты посмотри Какая там Любовь с этим Кентавр Он его приручил Он его бафает Ходит Сыка кентавра Огромная Можно было Какую-то одежду Покупать Там он бы Не знаю Седло на него Повесил Симс 4 Да Типа Начал Пэт Твой Пэт Пэт Пэтрайдер Поймал Дазла Дазлу Больно Вытаскивает Его куда подальше Касочки успел отбросить Еще и Вич Доктор Дазла Уже забрали Ультимейт использовал Ундерлорд Пытаются ввести Сларка Из центра событий Поймали Ундерлорда Не хватит урона Чтобы его добить Мы и так Неплохо сработали С ДС Убийство-то Они совершили В итоге Никого не потеряли И аганим Появляются умираны Урона становится Еще больше И сейчас ДС мог продолжать Давление Не нужно сейчас Главное Сбавлять обороты Ребята Имеют преимущество Весомое преимущество Но вот сейчас Кстати Могут быть Небольшие неприятности Потому что Нет Лассоу Бэтрайдера Нет Тез Варда Об этом знает команда Тонг-фу И они возможно Пойдут в атаку А должны Обходят Обходят сбоку Зальтает даггер Бэтрайдера Прыгает сразу же Фантом Ассасин Вместе с Спиритом Следующий сайт Пожалуйста Шейд уже делает Убийство на Эр Спирите Его поймали И наказали За эту инициацию Андерлорд расстреливает Дроу Рейнджер Он получает Шалл Грейв от Дазла Пока что живет Андерлорд Но это ненадолго И его добивает Демон Стрела залетает Прямиком в Дазла Хотя у нас Она пролетела мимо Но мне кажется Она попала в итоге В Дазла И Дазла тоже забирают Демон сделает даблкил Убийца Огрмаг у нас Эта вышка разрушена СДСИ Завладели колоссальным преимуществом На этой карте И все попытки драться Командой Тунг-Фу Заканчиваются Полнейшим провалом Просто без каких-либо Шансов СДСИ Своих оппонентов Разбирают На любой части карты В любом эпизоде Они сильнее Да, лассо не потратили То есть подходить близко Тот же Тот же Фантом Ассасин Запрещено Чтобы трейдер В любой момент Вытащит ее Ее, конечно же Убьют Прыгают на Сларка Который подбежал По центре Вард Как же это неприятно И Сларк ждать этого не мог У себя Даже Даркок не дожимал Он понимал прекрасно Что он Вроде как В безопасности Да, поставили в центре Свой сразу же Игроки команды Тунг-Фу Проверить где здесь Что Сентре разбит Благополучная команда CDC Ну сейчас Доминирование на карте Оно вот еще И в какое-то Моральное доминирование В игровом плане Повышается Да, причем Заметите CDC не переходит Грань дозволенного Они забирают просто Т-3 вышку Они убивают еще Вражеского керри Просто возвращаются На базу Восстанавливают Свои ресурсы И спокойно Перейдут там Возможно К убийству Рошана Возможно Сносить там Т-2 вышки Еще можно Сейчас Никакого Особо Смысла Идти там All-in Да, забирать Строение Там забирать Бараки Нет Потому что Можно погибнуть Можно отдать Преимущество Очень быстро CDC играет Осторожно Это радует Примерно так же Радует Как и Посмотры Игры Может перезагрузим Модем Перезагрузим Не знаю Дозвон Заново Ладно Звонить Так Появляется Shadow Blade Гроу Рейнджер Ну штука Кстати Весьма хорошее Против всевозможных Ларка Против Фантом Ассасин Если у оппонента Нет центриварда Или какой-то Просветки В момент Когда тебя Атакуют Эти два героя Очень мобильных Ты просто Уходишь Shadow Blade Позволяет тебе Пережить Вот эти выпады И инициации Реально полезно Ну и в последующем Это еще и превратится Естественно В Сильвер Эдж Который будет Неплохо Работать Против Фантом Ассасин По Сларку Его моментально Разбирают Вновь Дарк Пакт Не прожимает Сларк И отправляется В таверну Минус два От команды СДС Полностью Открыто Расстелена дорожка Для того Чтобы уничтожать Вражеские бараки Стрела в увы Не попадает По Андерлорду Но это и не страшно Втроем Конечно Защищаться Тонгфу Не могут Сил на это Не хватит Рано еще и с двойным уроном Может в общем То есть руки Неплохо Настрелять Шейд Начинает давить Бэтрайдер Включил барабаны Полетел Ой не Бэтрайдер Точнее Это Угрман Да или Да нет Это Вич Доктор Вич Доктор Врывается Мау-мау Очень много урона Вносит во Флайбай Но Флайбай Выкиливают Он конечно Под Магнетайзом Находится Но Семтембер рядом И через Буду Рестарейшн Выкиливает его Все еще Ни одного героя Пока что забрать Не удается Убили Фантом Ассасин Заставили выкупиться Ее Скорее всего Спирит Тоже здесь погибнет Еще никого не теряют Бэтрайдер В неприятной ситуации За Бэтрайдером Погоня Бэтрайдер В итоге умирает Если Шейда Поймает Сларк То возможно Даже заберет Хороший гаст От Дроу Рейнджер Очень круто сыграл Вич Доктора Можно даже продать Например Йогур Мага Саппорта отдать Это не так страшно Хотя это тоже Деньги для команды Но главное Что кор-герои Практически Полным составом живы Да И там главный Главный Кто мог бежать Кто мог догонять Это был Сларк Но Мирана Очень качественную стрелу Дала Секунду на 4 Сларка Выключила Ну и газ залетел Хороший От Дроу Рейнджера Да Да Действительно Команда СДС на отходе Сделала Много полезных действий Попытка забрать Рошану От команды Кунгфу Залетает стрела От Сларка Диркбак Не использовал Ну понятно Не особо он и ожидал Рошана скорее всего Заберут Не успевают СДС Дезвард Ставит Вич Доктор Туда прыгает Бэтрайдер Собирает Аегис Фантом Ассасин Бэтрайдер немало урона внес Ультимейт прожимает Андерлорд И увозит всю свою команду Из места Рошана Неплохо Если бы не этот ультимейт Возможно и парочку героев Еще СДС и забрали Гревзы появляются У Андерлорда И сейчас будет Аегис С Аегисом конечно Можно чуть более агрессивно Действовать в Андерлорд Ассасин Плюс можно не давать Например Грейв Фантомочку Можно тратить его На Андерлорда Или же на Сларка То есть это конечно Прибавляет сейчас Выживаемости команды Донгфу И Чуть более конечно Надежда дает На драку хорошую Я смотрю Flyby На Дроу Ренчер Решил приобретать Себе Black King Bar Мирана Покупает Манта Стайл Ну по крайней мере Близка К покупке этого артефакта Ну вообще все Прекрасно Команды СДС Они выигрывают 10 тысяч по золоту И 7 с половиной По опыту У коллектива Донгфу Две внешние вышки Еще стоит У команды СДС Поэтому У команды Донгфу Точнее Я и так Сларк находит Мирану Есть Баунс Уже это огромные проблемы Сларку возможно И не хватит урона Чтобы в одиночку убить Об этом мы узнаем На следующем слайде Отходит сюда И Air Spirit Все-таки вдвоем Они справляются С Мираной Еще немного пожил там Шейд после инициации Сларка Но никуда уже не деться Не выходит в БКБ Шейд потихонечку Остается ему еще Не так много денег До приобретения Этого артефакта Ну тут Андерлорд Вроде как Собирается выходить Вшиву Пытается атаковать Сейчас по-моему СДС Которые были у них в лесу Очень много вардов Проставили СДС Посмотри просто Что в лесу происходит Сларку здесь не пройти В этой части карты Сларку просто никак Не перемещаться Смотри Это ужас Да Парад Все перекрыты Все перекрыты проходы Каждый центр Задевает другой Вся видимость присутствует То есть эту линию Сларку не пересечит Будет команда Неожиданно СДС Ну да Тут Ксяо Ксяо Салом Нашел один вард Но Поверь мне Их больше На лбу Естественную И реальную картину Того что происходит К слову Что происходит Распирит Наход Дроу рейнджер Ну в одиночку Конечно атаковать То он ее не будет Понятно Возможно на Сларка Еще надеялись Сларк пошел вообще На нижнюю линию Поплоткнуть ее немножечко На Сларка Возможно будет Какой-то выпад Мирана Подходит С Мираной Есть также у Гурмак Поэтому атаковать Конечно Мирану Смысла особого нет Сларк все еще Остается на нижней линии Возможно попытается Сейчас как-то растянуть Своих оппонентов Тунг-фу И поймать на ошибке Но держится втроем С ДС И не раскалывается В центре в это время Септембр Немножко получает опыта Но близко не подходит Потому что понимает Что какая-нибудь Фантом Ассасин Элементарный Тебе очень быстро разберет Мау-мау перемещается На верхний лайн У него до Блэкинг Бара Остается совсем немного А именно 300 золота Да ну и по поводу талантов Можем немножечко подрассказать Уже 15 уровень у Мирана Два таланта прокачаны Это плюс 8 к ловкости И плюс 5% к урону От способностей Тоже понятно все У Фантомки у нас 150 здоровье И 10% вампиризма Мау-мау решил взять Больше выжимаемости Чем у Рончика На 10 уровне И у Мирана Появляется БКБ Наконец-то Что касается Дроу Рейнджер Еще 1300 золота Нужно ей Где-то найти Чтобы купить себе БКБ тоже Ну и с несколькими Конечно Блэкинг Барами Будет куда приятнее Драку проводить В команде с ДСИ Ну и Сларк Времени не теряет Тоже собирает Себе БКП Пока немного Остановилась игра Коллектив Сидиси уже был На базе у соперника Ну видим что Дальше как-то Продолжать желания Не было Фантом Ассасин Приносит себе Блэкинг Бар Блэкинг Бар Также очень близко У Дроу Рейнджер И В целом Без обновления Особенно Угрмак Приобрел себе Худ оф Дефанс И Вич Доктор Без ничего Вич Доктор Как был с Барабанами И Транквилами Так с ними И остается Ну при принятии решения Тонг Фу Пушить Т1 Вышку на верхней линии Оппоненты Сидиси Толкают центральную линию Т2 вышка Будет разрушена В принципе Размен тут В пользу команды Сидиси Но если Тонг Фу Приняли решение Не драться сейчас С оппонентами То забрать вышку Это лучше чем Ничего не делать Да Тут Т2 еще внизу есть Для команды Сидиси Забирают Т2 Забирают Святыню Которая рядом находится Телепорта Сларка Правильно делает Что отменяет его Но это сейчас Яркий звоночек Для команды Сидиси Что Сларка Не будет Очень долго еще В этой драке В этом месте Можно забирать еще И Святыню Неподалеку Что Сидиси Судя по всему И делает Да уже настреливает По ней Дрол Рейнджер Что у нас с артефактов Появляется БКБ У Сларка Появляется Блэйд Мэйл У Андерлорда Очень неприятен Будет конечно Андерлорд Если так на него Будут набрасываться И бить К нему То можно Получать в ответ Немало урона Ну я думаю Этот момент Сейчас сконтролирует Команды Сидиси Батрайдер Врывается Дезвар Сразу же Куда же работает Старк ультимейт БКБ дает И неплохо дерется Поймали также Эр Спирита Мирана немало урона наносит Эр Спирита добиваются Как по всему Да Да Эр Спирита убили Мирана продолжает погоню Но это раз Даззл Есть у тиммейт Мирана И ребята Оглушили еще и Андерлорда Файршторм Себе под ноги Пока что спасает Андерлорда Даззл Немало урона вновь Наносит Мирана Сларк прыгает Ее попытается убить Шейда Сларк Но попадает под оглушение Дарк Пакта нет Еще целую секунду Его убивают Как же хорошо Здесь действует Команды Сидиси Минус 5 Это тим вайп Для команды Сидиси И скорее всего Игра Да Гуд гейм Пишет Тонг Шейд Просто на 100 хитпоинтах Бегал от Сларка Мансил между деревьями Уворачивался От всего там Что Тонгфуй ему предлагали И Выигрывает В принципе Драку И Как по мне Чуть ли не всю карту Потому что от Шейда Было невероятно Много польза Шейд Крутейшую игру провел Центр отстоял на ура Своего оппонента Уничтожил на линии Дважды его убил Да не без помощи Угрмага Пару разному помогал Но по крипстату 20 плюс крипов у него было Было Отстоял он лучше В игре сделал качественно Все сделал То есть вопросов к Шейду В этой игре нет Крутой пацан И Мирана О которой мы говорили Которую мы опасались Потому что вроде как Есть Сларк Который неприятен этому герою И все в этом духе Но под обороной Союзных героев Под инициацией Под Дроу Рейнджер Которая прибавляла Немало урона То есть получилось Это все реально неплохо И Шейд свое дело сделал 4-1-16 Это так на секундочку Ну и Вич Доктор От которого мы ждали много И он сделал много Как мы говорили Меледикт Потрясающе работал Против Андерлорда Позволял делать ранние убийства На этом герое Что обычно не случается И 4-1-11 У Септембра Просто потрясающая игра От CDC И придраться особо Не к чему Было пару эпизодов Где конечно Ребята оплошали Но это Не особо считается Они круто провели Полностью В этой игре Провели с одной стороны Септембр вообще урона Внес в полтора раза больше Чем Сларк Я смотрю То есть в мейнкере команды Тонг-фу Ну не стрельнул Будем откровенны Сларк не зашел 4 убийства Это неплохо конечно Но Это все при 4 смертях И без особой возможности Вырезать Ходить Наверное было Нужно больше артефактов Наверное где-то Не хватило немного И по уровню Вообще Сларк Герой который ходит И убивает Когда вы доминируете А когда Вы зажаты у себя На базе Сларк Ну не самый приятный Защитный герой Ну и смотри Какая история Этой серии Первая игра Безоговорочно победа Команды CDC Практически там Чуть-то не в одни ворота Ребята справлялись С своими оппонентами Вторая игра Очень напряженная Качели Много переворотов Но Тонг-фу дожали Лучше драфт Как-то более Все-таки качественно исполнили И в третьей игре Снова все прошло Под контролем команды CDC Тоже практически в одни ворота Что можно сказать Что все-таки Стадия драфтов Как бы там ни было До сих пор решает Помимо всего прочего Исполнения Хотя вот Казалось бы Андерлорд такой сильный персонаж Но и его Можно законодать Как мы уже и видели Да Видите Вич Доктора Хороший герой Против Андерлорда Реально работает Вич Доктор хороший герой И выбор артефактов В дальнейшем Там Пай пытался собрать себе И в одном шаге От него был Угармак То есть просто очень хорошо И качественно Реализовали все Тонгфуни с CDC Конечно же не стали затягивать Эту игру Ну что у нас Небольшой перерыв И мы вернемся к вам К третьему Последнему на сегодня Best of 3 Который по расписанию Через 20 минут По расписанию Да по расписанию Через 20 минут Это получается Час в Киеве И два Если не ошибаюсь По Москве Да Да все друзья Вот такая вот история Всем огромное спасибо За то что остаетесь с нами Никуда не уходите У нас еще одна Очень интересная серия Команды Просто вот я думаю Потрясающие Как для просмотра Вывеска матча Просто невероятная Поэтому оставайтесь с нами Ожидайте третью серию Через 20 минут Мы к вам вернемся С новой порцией Китайской Доты Никуда не уходите Егеймингбетс Ставки онлайн Для всех поклонников Киберспорта StarCraft 2 Overwatch и CSGO Dota 2 И Hearthstone Выбирай Экспресс и наряд событий Или лайв ставки на игру Которую ты смотришь Сейчас Разбираешься в Dota 2 Сделай прогноз На пики и банды команд Играешь в CSGO Предскажи количество раундов В конкретном матче Ежедневные квесты Для всех участников проекта И лучший выбор Платежных систем С 2011 года Более 600 тысяч пользователей Делают ставки на все Самые интересные события Онлайн Егэбэк Ты точно знаешь Кто победит